Я сегодня озвучу непосредственно работу, которая ведется на передовой. Дело в том, что я рассматриваю, чтобы интереснее было, вот, в качестве, ну, некой условной игры, вот, под названием военные действия. Вот есть питомник, вот, и есть продажи. То есть продажи, это непосредственно активные продажи, это как раз, вот, как я воспринимаю, это работа на передовой. Вот, и поскольку единая служба продаж и именно этими продажами и занимается, то есть у нас, этот, прекрасные доблестные воины, вот, есть командиры, это начальники отдела, вот, и есть я в качестве закрат отряда, такая уже у меня функция, вот, основная. Итак, перейдем непосредственно к нашей сегодняшней лекции. Что же такое активная продаж, активные продажи? Это прежде всего, этот, ряд последовательных действий, при которых вы убеждаете своего клиента к покупке у вас. Вот, также хочу сразу озвучить, что активные продажи, это прежде всего, когда вы влияете на клиента, а не клиент на вас. Когда вы инициируете звонки, когда вы инициируете непосредственно встречи на каких-либо площадках и когда вы непосредственно осуществляете приезд вне своего предприятия, приезд на территорию своего клиента, уже существующего или потенциального клиента. То есть, это когда вы оказываете давление, ну, назовем так, общим словом, на рынок, вот, это и есть активные продажи. Вот, кто-то и большинство наших отечественных питомников, вот, сидят дома и в носу ковыряются, когда ко мне приедет клиент. Вот, если клиент не приедет, не приехал по итогам сезона, вот, и у меня товар не продался, вот, этот, первый козел Путин, второй, этот, тот, кто не приехал, третий, этот, ну, весь мир виноват. То есть, вот, как правило, так происходит. Вот, но, а на самом деле, то есть, человек просто просидел и ничего не сделал для этого. Вот, вот, я в своей лекции буду призывать идти вперед, делать и расскажу, как именно это имеет смысл делать. Итак, принципы активных продаж. Первый пункт, это ориентация на продукт. Вы должны абсолютно уверены быть в своем продукте и четко, идеально понимать свой продукт. Вот, то есть, это, другими словами, для наших доблестных воинов, активных менеджеров по продажам, это знание продукта. Следующий пункт, это обучение. То есть, это, вот, обучение и убеждение самого себя. Если у вас качество не очень, нет проблем. Убедите сами себя, что это самое лучшее качество на рынке и идите с открытым забралом на амбразуру. У вас обязательно получится. Главное, чтобы вы сами в это верили. И будет получаться продавать даже продукты среднего качества. Дальше будет только вопрос цены. Вот, дальше. Ваша уверенность в качестве продукта питомника передается клиенту. То есть, вот, вот эта энергетика, с которой вы приходите к клиенту, и как вы непосредственно рассказываете о себе, о своем продукте, о вашем предприятии, это полностью вы влияете энергетикой непосредственно своего клиента. От этого и зависит, будет непосредственно в итоге продажа или не будет. Дальше. Всегда будьте готовы рассказать о преимуществах продуктов именно вашего питомника. Но мы, допустим, сделали, прежде всего, 5 почему. Вот, очень такое классное правило. Рекомендую вам использовать его в своей работе. Вот, 5 почему. Это первым делом, когда идет борьба с возражениями, мы об этом побеседуем. Мы отвечаем самое простое. 5 почему. Это, прежде всего, как правило, хватает, я вам скажу. Это, почему именно у российского питомника имеет смысл покупать. Потому что основные, скажем так, конкурентные преимущества отечественного питомника, они у всех вот практически одинаковы, на самом деле. Если более-менее все качественно работают, то 5 этих причин, вот, каждый, я не буду их озвучивать, я вас расстроил. Но каждый должен сам себе проанализировать и сам себе ответить, почему именно стоит у вас покупать, а, допустим, не в Европе. И поскольку внутренней конкуренции нету, то абстрагироваться от отечественного, скажем так, другого питомника, вот, чаще всего не нужно. Но если у вас все-таки есть что-то похожее на конкурента, тогда вы ни в коем случае не должны ни плохих слов о конкуренте говорить, то есть ничего вы не должны о нем говорить. Вы рассказываете о себе, о своих конкурентных преимуществах. Не важно, что говорят про кого. Важно, что говорите вы про себя и про свое производство, про свой продукт. Это вот золотые правила. И чем больше, я вам скажу, если кто-то зайдет в жесткий клинч в конкуренции, чем больше кто-то будет из другого питомника, допустим, предприятия, вас разными помоями поливать, тем больше вы будете продавать. То есть люди, ваши клиенты, они понимают, кто как работает на рынке. И, конечно, цивилизованные, адекватные приемы в своей работе, вот, люди приветствуют по большей части. Вот, а если кто-то рассказывает, вот там, те негодяи, те негодяи, один я, Д'Артаньян, вот, а тем более, чаще всего, этот Д'Артаньян, это у нас и нету на рынке еще особо-то. Вот, чаще все это еще и не будет соответствовать. Поэтому люди к подобным моментам крайне негативно, то есть наши клиенты крайне негативно к подобным моментам в целом относятся. Дальше. Ориентация непосредственно на клиента. То есть мы сейчас о продукте, мы все это еще подробнее будем рассматривать. На клиента. Значит, что нужно? Нужно уметь, первое, готовиться к встрече и понимать, с кем ты работаешь. Вот, то есть наводить справки о своем клиенте и понимать, кто, чего и как. Вот, соответственно, научитесь по внешним признакам определять тип и состоятельность клиента. Ну, допустим, мы поговорим о категорийности клиента. Есть, давайте такие две крайности. Есть придорожная точка, которая полусотки занимает. И есть, это садовый центр, на самом деле, это сезонный садовый центр. Вот он такой, как он есть. И есть, ну, вот крайне, если сравню, да, там, Imperial Garden 10 гектар садовый центр. И то, и то садовый центр. Но только разница в подходах, она будет существенна. Вот, как по количеству времени, который мы будем уделять, как по продукту, который нужен для того или иного садового центра, о чем тоже проговорим. Но надо, соответственно, все эти вещи для себя понимать, кто, чего и как, для того, чтобы правильнее общаться. Вот, и, конечно же, обязательно, вот важное дополнение, это вы должны всегда быть готовым, первое, презентовать ноутбук, iPad, телефон, буклет, каталог. То есть, нельзя просто с пустыми руками проходить. Вот, еще очень важно, чтобы было, что после себя оставить вашему клиенту. Чтобы то, что вы оставили, ему это потихоньку лежало на полочке, на столе у него, и мозг потихоньку закручивалось, чтобы к вам просто-напросто привыкли. Вот, это достаточно важно. И будьте готовы, в том числе, когда необходимо, вот в сезон, допустим, работы очень эффективно, это берем конкретный продукт. Ну, допустим, C3, да, там, тую метровую, да, кладем в машину, чтобы вы могли показать, вот у меня вот такое качество. Это особенно касаемо тех, кому достаточно тяжело продавать, то есть, есть люди, наши питомниководы, которые очень сложно общаются. То есть, ну, есть интроверт, он классный продукт, вот, а продать не может, он, потому что с людьми не может общаться, ему это в огромную тягость. Вот, и денег вы не хотите тратить на менеджера. Вот, то есть, я вам, знаете, честно скажу, чаще всего продажи гробят сами собственники. Вот на полном серьезе, я много наблюдал, наблюдаю за нашими отечественными питомниками. Вот собственники, это чаще всего они гробят по продаже. Вот, и вот вы молча достаете тую и говорите, вот она, вот. Это вы уже стали активным менеджером своего питомника, и уже у вас будет первичный успех. Потому что люди, они видят, как вы стесняетесь, они тоже чувствуют все вот эти моменты. И вот, и вот, когда вы сказали, вот она, то есть, вы выдавили из себя максимум, что вы могли. И люди это ценят. Так что, очень рекомендую презентовать продукты не только какими-либо непосредственно материалами, постматериалами, но и когда вы приезжаете к своему клиенту непосредственно к нему в гости, то привозить конкретные продукты к нему, если это помещается в легковую машину, естественно. Вот, если это, ну, какой-нибудь крупный продукт, допустим, липа 20-25, я никуда не поеду, я сделаю рассылку и скажу, вот, у меня по 18500, а с Европы стоит 21000. И все, и я вот буду вот тысячами ее отгружать, вот прямо отвечаю вам. Это, к примеру. То есть, те продукты, которые более-менее есть на рынке, это, конечно, стоит уделять большое время продажам. Но есть уникальные продукты, а уникальные продукты, это просто крупномеры. У нас их в России нету, а потребность очень большая, на самом деле. Вот, поэтому, ну, соответственно, тот, кто 8 лет назад посадил липу, пересадил ее через 4 года, и вот она подошла в этом году, вот те люди будут снимать куш, на самом деле. Вот, но 8 лет заморозки денег, да, то есть, это тоже там не просто так все. Дальше переходим. То есть, мы сейчас проговорили непосредственно, вот, об ориентации по клиенту. Вот, в этой части еще не забывайте интересно общаться, то есть, вы должны, вот почему я говорю, готовиться к встрече с клиентом, вы должны понимать, а какой он, это, в каком он сегменте работает, там, в премиум, в среднем сегменте, средний и минус, в эконом сегменте, то есть, чтобы просто понимать его потребности, чтобы не быть дундаком, он продает ОКС, вот, а ты ему предлагаешь этот, там, липу, этот, 5-метровую, этот, с комом земли, там, сколько там, 90, да, то есть, надо, ну, соответственный продукт, понимать, еще раз говорю, какая потребность у клиента, это можно через сайты, это можно посмотреть, вот, а также при приезде к нему на торговую точку, увидеть, чем он, в основном, торгует и своего ассортимента, соответственно, максимально предлагать то, что ему подходит. Дальше, и этот, это мы проговорили, и уместность, вот, и что такое уместность, то есть, ну, первое, это уметь слушать клиента, уметь слышать его, не перебивать в разговоре, у меня такая большая проблема, у меня так вот, все страсти внутри кипят, и я уже понял, о чем он говорит, и, а надо дождаться, когда он догорит, а у меня желание выплеснуть на него, вот, вот, это все, что я накопил, пока ехал к нему в гости, там, 5 часов, этот, три области проехал, вот, я об этом все время думал, себя накрутил, и все, я вот, не слушая на него, сваливаю все, что хотел и готовил, вот. Конечно, надо уметь дослушать, уметь высушать, после чего в, в этот, в удобное время уже начинать говорить о себе, и не надо после того, как приехал, сразу, этот, ему, этот, показывать продукт, у этого всего есть стадии, о чем мы сейчас и проговорим. Дальше, что, что же, вот, глобально, да, вот, мы сейчас, этот, создаем структуру работы, собственно говоря, о чем говорим, то есть, это, этот, выстраивается по принципам, вот, первый принцип, это, что предлагать, то есть, вы должны идеально знать, что вы предлагаете, вот, и дальше, должны знать, относительно первого пункта, кому это предлагать, вот, и третье, ну, конечно же, когда предлагать. Итак, что невероятно важно, это определить, какой группе клиентов твой продукт наиболее интересен, ну, мне проще всего на примере своих питомников, вот, этот, давайте, к примеру, ну, в Неваке, допустим, да, то есть, это продукт премиум сегмента, который наиболее востребован в ландшафтных работах, когда идет работа по спискам, а также в садовых центрах среднего, то есть, категории B, и премиального сегмента, категория A, то есть, это вот, это вот те категории клиента, которые непосредственно покупают, вот сюда, на этот, прямо вперед садись, Сереж, я все вижу, вот, этот, соответственно, в категории C, в придорожную точку, не с этим продуктом, но вот бессмысленно ехать просто-напросто, и не надо на это время тратить, собственно говоря, вот, здесь я еще привел пример из питомника Туи, допустим, да, вот, Туя-Смараг 120, наиболее востребован на рынке, это строительными компаниями и небольшими садовыми центрами, вот как раз категория B и C, вот, потому что они работают в сегмент средний минус и эконом-сегмент, соответственно, это Туя непосредственно именно в этой ценовой категории и находится, в другом случае, когда Туя-Смараг та же самая, только уже другого размера, она уже не востребована в эконом-сегменте, в этом случае основные продажи идут непосредственно на ландшафтных дизайнеров и архитекторов, а также на садовые центры категории A и категории B, вот, ну, особенно категория A, то есть они как раз вот на этом выстраивают свою работу, то есть в крупных садовых центрах, чтобы вы понимали, Туя-Западный Асмараг 100-120 в штуках и в деньгах гораздо меньше продается, чем 175-200, вот, а, допустим, для маленького садового центра, там, в 3-4 сотки, 175-200 это практически непродажная Туя, которой дачники едут на своих эконом-средних сегментах, то есть они способны покупать в этом сегменте растения, вот, то есть дороже там 2-3 тысяч продукта они покупать не будут. То есть давайте еще по-другому, давайте сделаем таким образом, что ты хочешь, вот, конкретный продукт, какой ты хочешь выводить на рынок и что это будет продуктом, чтобы мы на вашем примере, на ваших реальных примерах проговорили, как найти именно своего клиента и как спозиционировать свой продукт. Деревья. Олейные деревья, размер? Липа, клен, есть, конечно, интересованность 12-14, 4-16. Да, отлично. Да, смотрите, сегмент 12-14, 14-16, олейные деревья. Ну, очевидно, самым большим покупателем будет эта строительная компания, то есть это городская культура, вот, и строительные компании для того, чтобы сдавать свои объекты, это именно тот самый сегмент работы, который востребован. Также это те компании благоустроительные, которые муниципалитет, так называемый город, мы город, там, вот, общим словом, вот, ну, бывает муниципалитет сам закупает, бывает он тендер этот выставляет, его выиграют определенные озеленительские компании, вот, и вот они, они непосредственно уже к тебе приезжают и закупают. Соответственно, тебе нужно будет, мы об этом еще подробнее проговорим, прежде всего, этот, идти к строительным компаниям, вот, им можно дороже и на более выгодных условиях, подсказываю, продавать, чем садовым центром. Садовые центры категории B и C имеют этот товар, вот, и, соответственно, те самые люди, которые выиграют тендеры, вот, но об этом мы более качественно, точнее, проговорим. И, заметьте, я не говорю о ландшафтниках, о других видах клиентов, потому что этот продукт, он наименее востребован, но у ландшафтника, как только ваш размер начинает двигаться к 20-25, так моментально у вас появляется другая целевая аудитория. Она, конечно, будет, на самом деле, присутствовать и при продукте 14-16, то есть это как раз эконом-сегмент, озеленение, то есть он тоже присутствует, но вопрос, ты же не разорвешься, и ты не будешь брать сразу 10 сотрудников на активные продажи, ты возьмешь одного, и тебе нужно максимум выверить цели для достижения результата, чтобы не размываться на весь рынок. Вот.